Часть 5. Прослеживая судьбы пятерых молодогвардейцев, мы отправляемся теперь на юг Варашлавградской области, в город Ровеньки. Здесь после допросов и пыток были казнены Олег Кашевой, Любовь Шевцова, Виктор Суботин, Дмитрий Огурцов, Семен Остапенко. Выполняя решение штаба, Олег Кашевой пытался перейти линию фронта в начале января, но это ему не удалось. Пришлось снова возвращаться в Краснодон. Но и домой попасть не было возможности, там его ждала засада. Последний раз я видела нашего комиссара в середине января, вспоминает на страницах комсомольской правды Валерия Давыдовна Борц. Олег, Сережа Тюленин, Оля и Нина Иванцовы и я вместе направились к линии фронта, но нас постигла неудача. Вынужденные возвратиться, мы разошлись в разные стороны. Больше Олега я не видела. Морозной ночью Олег покинул Краснодон, держа путь на Боково-Антрацит. Недалеко от города Ровеньки полевая жандармерия задержала одинокого путника. Он был доставлен в Ровеньковскую полицию, а затем переведен в окружное отделение гестапо, размещавшееся в городской больнице. О том, что представляла собой окружная жандармерия, узнаем из рассказа очевидца Каралкина, помещенного в газете «Вперед» через месяц после освобождения Ровеньков. Окупанты обнесли здание бывшей городской больницы колючей проволокой. Вывесили на воротах флаг со свастикой. Кругом поставили часовых. Те, кто попадал в гестапо, подвергались всяческим издевательствам. Их запрягали в брички и заставляли возить тяжелые камни. Палками и железными прутями избивали до полусмерти. И за непосильный труд давали в день по 100 граммов хлеба и миску какой-нибудь бурды. Полураздетые заключенные коченели на морозе. Охрана же сменялась каждые два часа. Из больницы, предназначенной облегчать человеческие страдания, фашистские палачи сделали застенки. В сыром полуподвале за метровыми стенами с крохотными зарешоченными окошками держали Олега Кашевого. Отсюда водили его на допросы и на этот морозный цементный пол бросали после пыток. Что думал он? Что чувствовал? Можно лишь предполагать. В наши дни здесь разместился Равеньковский музей памяти павших. Рядом с тяжелой железной дверью мраморная доска, за которой высечены строки. Товарищ, остановись. Земной поклон отдай этому месту. Здесь, за стенках фашистского гестапо, в феврале 1943 года провел последние дни и часы своей жизни комиссар молодой гвардии Олег Кашевой. А в соседней большой камере вместе со своими товарищами по подполью Дмитрием Огурцовым, Семеном Остапенко и Виктором Суботиным томилась советская разведчица, член штаба молодой гвардии Любовь Шепцова. Она была арестована полицией по дороге в Ворошиловград, где пыталась перепрятать рацию, полученную в партизанской школе. Через представителей центра Люба поддерживала связь с нашей разведкой и передавала ей ценную информацию. В полуподвале, куда гестаповцы заключили арестованных, и теперь можно различить надпись на стене. «Мама, я тебя сейчас вспомнила. Твоя Любаша. Прошу простить меня. Взяли навеки». Шепцова В тяжелую минуту грусти и тоски по самому близкому человеку начертаны эти слова. Но узники фашистского застенка, те, немногие, кому удалось спастись, запомнили ее другой. Люба ободряет товарищей. Звонким голосом затягивает донбасскую песню через рощи шумные и поля широкие. И вдруг стук в дверь. Читаем в воспоминаниях Каралкина. А затем в камеру вваливается огромного роста фашист в длинной шубе. Не вытаскивая рук из карманов, фриц усмехается. «Партизан», — сказал он на ломаном русском языке, и увидев Любу, притворно изумился. «Почему такой молодой девушка в тюрьме?» Люба посмотрела на белокурого бандита и зло выпалила. «Молодая партизанка я, понимаешь, гад?» Глаза Любы горели огнем ненависти. Во всей фигуре ее было что-то властное и грозное. Огурцов был старше своих товарищей, ему исполнилось 20 лет. Он успел закончить курсы радистов. Служил в военно-морском флоте, сражался на Кубани. Был ранен, попал в плен, но бежал. Добрался до Краснодона, вступил в молодую гвардию. Бок о бок с друзьями-подпольщиками выполнял все приказания штаба. Оказавшись в лапах Равенковской жандармерии, он вынашивал план побега. Когда арестованных выгнали расчищать снег, Дмитрий попытался бежать. Ему удалось скрыться от охраны, однако вскоре его настигли, схватили и подвергли особо жестоким истязаниям. Остапенко был самым юным в этой группе. На единственной сохранившейся фотографии мальчик в тюбетейке. 10 мая 1942 года Сеня отметил свое 15-летие, а до 16-ти не дожил. Успел он окончить всего 7 классов. Учился хорошо. Однажды вместе с Олегом Кашевым, в числе других лучших учеников, был примирован поездкой по Днепру. Сколько было восторгов и воспоминаний. С детства Сеня очень любил рисовать. Привлекали его главным образом темы и сюжеты героические. Некоторые рисунки сохранились. Тарас Бульба, Красноармеец Буденовки, Валерий Чкалов. В молодую гвардию Остапенко вошел благодаря своему школьному товарищу Кашевому. Вместе с товарищами Сеня расклеивал по городу листовки, извлекал оружие из тайника, нападал на фашистов, пытавшихся угнать гурт колхозного скота. Иван Туркинич называл его наш художник и гравер, потому что Сеня был первым, кто пытался вырезать шрифт из резины. Остапенко рисовал карикатуры на фашистов и полицаев, говорил друзьям. От пули еще можно спрятаться, а от смеха убежище не найдешь. Сеню Остапенко арестовали 27 января. Пытали. Высокий, худой, махнул он рукой матери на прощание уже из тюрьмы. Громко зарыдала она, когда полицейский на ее глазах ударил сына прикладом. С избиения прикладами полицейских винтовок начался и арест 18-летнего Субботина. Его схватили прямо на улице возле родного дома, где еще недавно бывали и командиры, и комиссар, и многие другие подпольщики. Сразу же на квартире Виктора был произведен обыск. В ящике стола лежали перемешку похвальные грамоты и листовки. И листовка была как похвальная грамота отважному юноше. И похвальная грамота, красочная с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» была похожа на листовку. В колонии арестованных отправили Субботина в Ровеньки, видимо для очной ставки с Олегом Кашевым. На лице, на руках Виктора, вспоминает очевидец, кровавые следы от нагаек. Запомнила я его по такому случаю. Одна женщина еле шла, у нее очень опухли ноги. Ее то и дело подгоняли прикладом в спину. Субботин возмутился и сказал, что нельзя так обращаться с человеком, когда фашист ударил его прикладом по голове. Новый порядок никогда не останавливался перед этим, чтобы выбить из головы, вытравить из души человека все человеческое. А если не удавалось, то непокорных ждала пуля. Недалеко от здания Ровеньковской больницы начинается обширный лесопарк, который изданно называется «Гремучим лесом». Гремел он раскатами весенних гроз и соловьиными трелями, а в 43-м выстрелами, эхо которых не затихает в десятилетиях. Это произошло 9 февраля. Фашисты казнили большую группу советских граждан, среди которых было и пятеро молодогвардейцев. Непокоренными сошли они в могилу. Когда арестованных поставили на край заранее выротой ямы, показал военному трибуналу командир взвода жандармов Отто Древец. Кашевой поднял голову и, обращаясь к рядом стоявшим, громко крикнул. «Смерти смотреть прямо в глаза!» Последние слова заглушили выстрелы. «Затем я заметил, что Кашевой еще жив и был только ранен. Я подошел к лежащему на земле Кашевому и в упор выстрелил ему в голову». Другой фашист, военный преступник Томас Гест, показал. Во второй партии арестованных была Люба Шевцова. Когда их поставили для укрытия машин у Капанира, Люба обвела глазами солдат и полицейских. Кто-то не выдержал и рявкнул. «Нагни голову, партизанская сволочь!» Помню, что Люба сорвала с себя пальто и шаль, разорвала блузку и крикнула «Стреляйте!» Раздались выстрелы. Она пыталась еще что-то сказать, но запрокинулась и упала в яму. В гремучем лесу, на том месте, где были казнены Олег Кашевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Семен Остапенко и Виктор Субботин, выбиты слова Юлиуса Фучика. «Но и мертвые мы будем жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него свою жизнь». Когда Красная Армия освободила Ровеньки, тела юных краснодонцев были излечены и захоронены в братской могиле жертв фашизма в центре города. Мать Олега Кашевого с трудом узнала сына. На щеке рана, один глаз выколот, и виски белые-белые, как снегом посыпаны. При перезахоронении тела Любы Шевцовой в складках ее одежды была найдена тщательно зашитая ладанка с шифровкой. Одну из тайн отважная разведчица унесла с собой в могилу. В том далеком военном году обрывается жизненный путь еще трех молодогвардейцев. Степана Сафонова, Анатолия Ковалева и Василия Мефодиевича Борисова. Судьба каждого из них неповторима, а общее то, что бороться они продолжали до последней возможности. О Степане Сафонове мы уже рассказывали, знакомясь с его коротеньким личным дневником. Последняя запись датирована 20 декабря 1942 года. Через месяц Степан погиб в бою. В начале января 1943 ему удалось перейти линию фронта недалеко от города Каменска Ростовской области, в котором 16 лет назад Степан увидел свет. Воинская часть, в расположении которой попал Сафонов, вела ожесточенные бои с фашистами. Старший минер, как шутливо называли его друзья, краснодонцы, владел и винтовкой, и автоматом. 20 января наши штурмом брали железнодорожный вокзал. Здесь и погиб юноша. Похоронили Степана Сафонова в братской могиле воинов, павших при освобождении Каменска. А недели позже в Краснодоне фашисты выследили и схватили молодогвардейца Анатолия Ковалева. Три дня его подвергали пыткам. Но и в тюремной камере, вдохновленный примером любимого героя гражданской войны Григория Котовского, юноша гимнастикой закалял тело и дух, уверенный, что впереди еще много испытаний. Сохранился записанный родителями рассказ Анатолия Ковалева, как 31 января его с друзьями-подпольщиками везли к месту казни, к шурфу шахты номер 5. Завязали нам руки назад телефонным проводом. Посадили на две подводы по четыре человека. Я сидел с Мишей Григорьевым, Юрием Вициновским, Володей Загоруйко. Полицейских было девять человек, пьяные, с автоматами. Мелькнула мысль убежать. Потихоньку избавившись от пута, Анатолий внезапно выпрыгнул из подводы и, напрягая последние силы, кинулся прочь. Вслед грянули выстрелы. Обожгло левую руку, но тьма и непогодь уже поглотили беглеца. Несколько дней скрывался он у родных и знакомых, а затем, опасаясь преследований полиции, ушел из города. Куда? Известно только, что до весны 43-го находился молодогвардеец на территории Запорожской области. Потом следы его теряются. Анатолий Ковалев пропал без вести. Многие годы не было никаких вестей и о его друге, входившем в боевую группу Ковалева, Василии, Мефодиевичи и Борисове. В рядах молодой гвардии сражались с оккупантами два тезки и однофамильца. Два Василия Борисова. Только отчеством мы различались. Мефодиевич родился в 1924 году и жил в Краснодоне. Прокофьевич же был на два года моложе и проживал в селе Великий Суходол. Три сына было у Мефодия и Анастасии Борисовых – Иван, Николай и Василий. Средний Николай погиб на фронте. Старший Иван и младший, молодогвардеец Василий, вместе с матерью Анастасией Антоновной, почти весь 43-й год вели борьбу в Новгород-Волынском подполье. Когда в Краснодоне начались аресты, Василию удалось уйти в Ворошиловград. Соседка Борисовая по Краснодону вспоминала, что дом их был окружен полицаями. С двери сорвали замок, повыбивали окна. Все перевернули вверх дном, но поздно. Ищи ветра в поле. Между тем, Василий вместе с матерью добираются до Новгород-Волынского, что на Житомирщине. Здесь они останавливаются у Ивана, активного подпольщика, ради конспирации, открывшего небольшую часовую мастерскую. Подпольная кличка старшего брата переходит и на младшего – часовой мастер. В лес к партизанам Василий носит соль, спички, махорку. Оттуда листовки, партизанские газеты, мины. В августе по доносу провокатора все трое Борисовой арестованы. Мужественно держались они в гитлеровских застенках. А 6 ноября 1943 года Ивана Василия и Борисовы в числе 126 подпольщиков в Новгород-Волынского были расстреляны. Казнили палачи и мать Анастасию Антоновну. Итак, 9 мая 1945 года встретили только 8 молодогвардейцев. Георгий Арутюнянц, Валерия Борц, Нина Иванцова, Ольга Иванцова, Василий Левашов, Анатолий Лопухов, Михаил Шищенко, Арадий Юркин. Большинство из них прошли дорогами войны в солдатской шинели. Несколько лет назад в центре группы экскурсантов я увидел старую женщину. Лицо в глубоких морщинах. Тогда, глядя в ее живые быстрые глаза, никак не верилось, что Александре Васильевне Тюлениной уже под 90. Отвечая на вопросы ребят и взрослых, она рассказывала, как Сергей прятал оружие в сенцах их бывшей старенькой хаты землянки, как фашисты устроили засаду и схватили раненого сына. «И били ж они его, зверюги, моего сыночка, у меня на глазах!» вспоминала мать. А потом меня хлестали плетью, палец толщиной. А Сережа-то все видит, но молчит, зубы стиснул. «Ну, думаю, ничего вы от меня не добьетесь, гады фашистские. Какие ж мы иначе матери, если детей выдадим?» Я спросил о характере Сережи. «Какой был?» «Какой был?» Переспросила мать. «Ласковый был мальчик, послушный». Последнее плохо вяжется с тем образом озорного подростка, который складывается после романа Александра Фадеева и фильма Сергея Герасимова после того, как изучишь в фондах музея папку с документами и воспоминаниями о Тюленине. «Почему же мать так считала? Годы ли тут сказались? Вон их сколько минуло. Или матери по-другому видят своих детей, и наше детство и отрочество остаются в их памяти только в счастливых мгновениях?» «Нет, все-таки характер Сергея угадывался в ней самой, в неподвластной никаким годам живости ее лица. Худенький, с лихим завитком чуба на лбу, с бедовыми глазами, немногословный, но острый на словцо. Таким встает Сергей Тюленин с фотографией из воспоминаний. Бабушка Олега, Вера Васильевна, накрыла на стол и ушла в свою комнату. Уже час мы беседуем с матерью комиссара молодой гвардии. Со стен уютной комнаты смотрят о нас портреты Олега, его дяди Николая Николаевича, писателя Александра Фадеева. Годы берут свое, порой Елене Николаевне не здоровится, но ее готовность откликнуться, разделить чужое горе и радость привлекает к ней новые и новые сердца. Наш разговор все время возвращается к письмам, которых за многие годы в этот дом пришло не десятки, а сотни тысяч, далеко за полмиллиона, и поток не убывает. С матерью Ваней Земнухова, Анастасией Ивановной, его сестрой Ниной Александровной, разговаривали мы в той самой комнате, где он жил, где тайно писал и хранил листовки, откуда ушел в последний раз, оставил в памяти матери самые последние три слова. О, лживые, пакостные мерзавцы! Как ждал он дня освобождения, на листе бумаги от руки расчертил календарь 1942 года и вычеркивал каждый прожитый день. И были среди них те, когда возникла молодая гвардия, когда подпольщики вывесили флаги над Краснодоном, когда они сожгли черную биржу, каждые сутки были отмечены борьбой. Последние из вычеркнутых дней – 31 декабря. Товарищей надо выручать. Мать вспоминает слова сына, плачет. А вот на этажерке его книги, говорит она после паузы, все оставлено так, как было при жизни Вани. Большой портрет Пушкина юноша сам купил в 1937 году, когда страна отмечала 100-летие со дня смерти великого поэта. Вместе с отцом они сделали рамку и повесили портрет на стену. А под ним как раз этажерка с Ваниными книгами – Пушкин и Шекспир, Лермонтов и Шевченко. Только одна книга поставлена сюда позже. Это прекрасно изданное в 1967 году слово о полку Игореве. Среди нескольких художественных переводов, помещенных в книге, один отрывок принадлежит Перу Ивана Земнухова. «Заходите, милости просим!» Пригласили Ефросинья Мироновна и Григорий Ильич Шевцовы. Беседовали за широким столом, покрытым клеенкой. Здесь когда-то собирались многие молодогвардейцы. Жизнерадостный, общительный Виктор Третьякевич и молчаливый Василий Левашов. От него разговору не было, заметила Ефросинья Мироновна. Заглядывали сюда озорной Сергей Тюленин и погруженные в свои мысли Анатолий Попов. Ребята собирались перед тем, как идти в клуб имени Горького, который, как мы знаем, в конце 1942-го стал штаб-квартирой молодой гвардии. Здесь проходили репетиции перед концертом. Здесь шепотом передавали друг другу содержание последних сводок. Совинформбюро в быстрых и горячих спорах тут созревали и принимались важные решения. Ведь любимые гости Иван Туркенич, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, как и сама юная хозяйка дома, были членами штаба комсомольского подполья. Наша Люба всегда боевая была, вспоминает мать, и отец согласно кивает головой. И в школе, и после. Бывало, выпадет снег, девочки собьются в кучу у школы, боятся идти. На труд же мальчишки. А Люба появилась, конец страхом. Все знали, что она любому даст сдачи. И Тюленину, а что вы думали, и Сереже перепадало. При таких встречах, как это, всегда стараешься представить себе, как тут все было в те далекие годы. Люба сиживала за этим столом, спрашиваю. Ну как же, вот это и есть Любина место. Мать поднимает, откидывает клеенку с одного края стола, с другого. Вот здесь. Нет, вот она, да, видите отметину. Как-то Люба гладила платье, отвлеклась и прожгла утюгом. Смотрю на почерневший от времени коричневый треугольник. И меня прожигает мысль, что все это было. Как все-таки маленькая бытовая подробность порой помогает пережить былое, словно оно происходит на твоих глазах. А та ладанка, что в музее хранится, снова спрашиваю я Ефросиню Мироновну. Как она к вам попала? В 43-м феврале, когда горе это подошло хоронить нам своих детей, на минуту мать замолкает, прикладывает платок к глазам. Так я в складках дочкиного платья нашла эту ладанку. А тогда одно было на сердце. Это она своими ручечками зашивала. Не дам, не дам никому. Прошло время, прочитали, что зашито было. Оказалось, шифровка. Других фотографий Любы не сохранилось. Был у нее альбом. И такие там хорошие фотографии. В цыганском платье, помню. Нарядиться, приодеться любила. Прозвище у нее было. Артистка Орлова. Но когда арестовали, велела все сжечь. И жалко теперь. Да что поделаешь. Люба красивая была. Красавицей не была. Нет. Глаза синие. И маленькие конопушечки. Очень она эти конопушечки переживала. Боялась, чтоб рыжие не дразнили. Бабушка бывала успокоит. Семнадцатая вода все отмоет. И так и было. Не то, чтоб красивая. А приглядчивая была. И сроду я Любу не видела сердитой. Все с улыбкой, с шутками, с танцами. По традиции, город приглашает на праздничную трибуну всех родителей молодогвардейцев. Среди них крепкий сухощавый старик с висячими усами и живыми глазами. Отец Ульяны Громовой. Матвей Максимович. Понимаю, что неловко в такой день и в такой момент донимать человека расспросами. Но будет ли другой случай? Я сейчас, Матвей Максимович, в фондах музея как раз изучаю тетради Ульяны. Какой она была в школьные годы? Что сказать? Матвей Максимович задумывается. Училась хорошо, это вам известно. Я не раз замечал, к одному уроку готовится, а к них на столе стопа. Любознательная была девочка. Много чего и в свою записную книжечку выписывала. Мне вспомнилась одна мысль, которую Ульяна выписала из сочинений Помиловского. А в жизни человека бывает период времени, от которого зависит моральная судьба его. Когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот период наступает только в юности. Это неправда. Для многих он наступает в самом розовом детстве. Видимо, девушка чувствовала, что этот перелом произошел в ней очень рано. И к событиям второй половины 42-го года она подошла нравственно зрелой. Учителя говорили, продолжал между тем Матвей Максимович, что у дочери есть способности заниматься наукой. Вы ж видели, наверное, ее аттестат. Почти сплошь отлично. Учиться бы ей после десятилетки в Ленинграде. Это они с братом Елисеем уже так решили. Если б не война. Перед войной учительница Мария Александровна Вициновская потеряла мужа. Осталась с двумя детьми. Два сына Юра и Леня. Для них она жила, трудилась, переносила все тяготы вдовства. Старший молодогвардеец Юрий Вициновский был казнен фашистами в январе 43-го. Младший Леонид уже через несколько недель ушел на фронт добровольцем и пропал без вести. Казнен, погиб. Не говорите матери этих слов. Ее сыночки живы в ее сердце. И в разговоре она называет их ласково. Юрочка, Ленечка. Юрочка мой дважды пытался эвакуироваться. В 41-м и в 42-м, рассказывала мать. Но в 41-м наши отогнали фашистов. А второй раз беженцы попали в окружение. Переправу бомбили. Вернулся он весь искусанный. В шаме, худой, голодный. Туфли на нем рваные. Как стало холодно, он их снимет и ноги поддувало, греет. О молодой гвардии я не знала, хотя и догадывалась. Налина Георгиевна Соколова к нам наведывалась. Это потом стало известно, что она была связной в партийном подполье. Или запрутся с ребятами, заведут патефон и шепчутся о чем-то. Я думаю, тут дело не в фокстроте. Спрашиваю, а Юрочка обнимет меня? Мамочка говорит, я тебя люблю. Но много будешь знать? А как город освободили, стали извлекать останки наших детей из шурфа. Мы с Ленечкой несколько дней мучились. Не могли узнать своего. Не верю я, не верю. А потом вижу, сидит мой Ленечка и в руке у него расческа старшего. Сидит и шепчет. Ой, расчесочка. Расскажи, как вы с братом падали в шахту. Нашли мы Юрочку. Первого марта похоронили их всех в братской могиле. Только Ленечка мой не захотел домой возвращаться. Еще, когда наши пришли, он, как увидел танк со звездой, кинулся. Гусеницы целует. Ему и семнадцати не было. И домой он больше не вернулся. Ушел на фронт за братом мстить. Да в тех страшных боях и пропал. Слушал я этот рассказ и думал, сколько горя выпало на долю этой женщины. А не сломило ее. Не сломило. В каждом ее слове, в каждом движении живет неистребимая материнская доброта. И еще я почувствовал, что подвиг молодогвардейцев всегда буду видеть сквозь святые слезы матери. Одноэтажный домик Субботиных на улице Садовой. Елена Михайловна рассказывает, что сын с детства любил стихи и цветы. Может поэтому и сейчас комната похожа на оранжерею. Здесь цветут хризантемы и калы, кактусы, лилии. Вы догадывались, что Виктор занимался подпольной работой? Спрашиваю. Точно не знала, но догадаться можно было, вспоминает мать. Частенько он вечерами задерживался, а то и в два, и в три часа ночи приходил. Сынок, скажу, разве ж можно так поздно? Я уж и не знала, что подумать. Не волнуйся, мама, отвечает. Я девушку провожал. И смеется. Радостный, глаза сияют. Таким его чаще всего вспоминают. Таким. Но и страху мы натерпелись в те проклятые дни. Продолжает Елена Михайловна. Это уж после ареста Вите случилось. Немцы тогда перед отступлением особенно злючие были. Эсэсовец, здоровенный детина, самый жестокий, наган вытащил и угрожает. И дети маленькие тут же. А мне после ареста сына, верите, ничего не страшно. Думаю, стреляй, гад. И выстрелил. Пуля рядом просвистела, сундук прошила. Дети кричат, плачут. А ему что? Фашист. 43-й год был самым страшным для нашей семьи. Виктора расстреляли изверги. И муж погиб на фронте. Лидия Даниловна Левашова сидит за столом с утомленным лицом, закутанная в серый теплый платок. Говорит ровно, спокойно. Только в глазах затаилась давняя материнская боль. Интересуюсь, были ли от Сережи другие письма, кроме тех двух-трех, что хранятся в музее. Уж очень они хороши, живые, юношески восторженные, умные и чуточку лукавые. Были, конечно, говорит мать. Он писал нам через день. Да знаете, война, все пропало. Что сгорело, а что и сами сожгли. Жаль. А Сережа вам не рассказывал, как у него возникла идея вырастить огурец в бутылке. Тот, что теперь в музее. Ну как же. Сын выписывал журнал «Юный натуралист». Там и вычитал. Он и с картошкой какие-то эксперименты проводил. На все вопросы отвечала Лидия Даниловна. А что, может, не успел спросить, отложим до другого раза, думал я, покидая этот дом. Но другого раза не выпало. В следующей краснодонской командировке я уже не застал Лидию Даниловну Левашову в живых. Умом понимаю, что все мы смертны, но с сердцем. Горько чувствовать, что большинство из тех милых, отзывчивых людей, о ком пишу сейчас, уже никогда не увижу. Уходят наши матери от нас. Уходят. Но, вопреки грустному замечанию поэта, остается с нами их материнская доброта, которой на многих хватило. Тихо, Шурик, не мешай. Мы про дедушку Толю поговорим. Но трехлетний непоседа, правнук, продолжает прыгать вокруг Веры Максимовны. А я только что не вздрагиваю от неожиданности. Все правильно, был бы дедушка. Но прожил на свете дедушка Толя, молодогвардеец Анатолий Орлов, 18 лет и одну неделю. Мы, Орловы, родом из Орловской области, из крестьян, начинает Вера Максимовна. А в начале 30-х годов, как приехали в Краснодон, так больше полувека тут и живу. Детей у меня и внуков, и правнуков много. Вас, конечно, Толя интересует. Да, я уже немало знаю о нем. Хорошо рисовал. После семилетки пошел работать учеником слесаря. Орвался на фронт. Подполье печатал листовки и комсомольские удостоверения. Дружил с Володей Асмухиным, Сергеем Тюлениным. Все так, соглашается Вера Максимовна. А самое страшное было в середине января 43-го. Арест, неизвестность. Что с ними, где они? Зима была лютая. И тяжелые предчувствия меня мучили. Принесла я в тюрьму, где фашисты наших детей пытали. Каши, несколько пышек. Смотрю, на двери список висит. Дескать, арестованных отправили в Ворошиловград. А их уже расстреляли. Вернулась я с этой едой. Не помню, как и добралась. И верила, и не верила, что нет уже Толи. Тут болезнь меня свалила. Тиф, что ли? Остригли, похудела. Сил нет, былинка. Еле ходила. Ни пол подмести, ни платок завязать на голове. Ох, война! Будь она проклята! Любая мать вам это скажет. И я говорю, и мать, и бабушка, и прабабушка. Будь проклята, война! С отцом Лидией Андросовой, Макаром Тимофеевичем, и ее братом Николаем Макаровичем довелось встретиться за сотни верст от Краснодона. Хотя и на Краснодонском направлении, в Одессе. На общедружинном сборе отец и сын, почетные гости пионерлагеря, рассказывали о Лиде, ее детстве, комсомольской юности, борьбе, подполье. Вечером мы беседовали в гостинице. Макар Тимофеевич и Николай Макарович бережно собирают и хранят все документы и фотографии, все материалы о дочери и сестре. Показали мне газету «Красная звезда» за 23 апреля 1943 года, где помещена статья о последних днях молодогвардейцев, о том, как Лида отвечала пытавшим ее палачам. «Мама родила меня с крепким сердцем, я все равно вам ничего не скажу». Сохранилось в семейном архиве и письмо с фронта от бойца Николая Андросова. 12 февраля 1944 года он писал родителям «Я мщу за сестричку Лидочку». Очень близко к сердцу приняла она судьбу Зои Космодемьянской, вспоминал Макар Тимофеевич. Как прочла она о подвиге и гибели ровесницы, сразу сказала «Все, решено, я тоже буду партизанкой». Так ведь оно и получилось. Немало интересного и важного о короткой жизни брата, молодогвардейца Владимира Осьмухина, рассказала его сестра Людмила Андреевна. Он был с детства очень привязан к матери и вырос ласковый, добрый, ко всему живому. Помню, одно время в него жила подбитая галка, приютил. Мальчишки обычно кошек гоняют, а он наоборот охранял. Попробуй, пни хвостатую при нем. Наверное, и малышей любил. Что вы, конечно, однажды у нашей калитки на столбе появилось объявление «У Осьмухиных вечером будет кино». Детское, бесплатное, приглашаем. Детского кинотеатра тогда, конечно, не было. Вот Володя с друзьями приспособили сарай, натянули простыню, экран, поставили лавочки, даже песочком между рядов посыпали. Сами и фильмоскоп смастерили по схеме из журнала. А в другой раз Володя поставил во дворе карусели, так вся улица тут каталась. Теперь это улица имени Лютикова? Да, Филипп Петрович в 42-м жил здесь, неподалеку. Володя к нему очень привязался. Как чего я пойду к Филиппу Петровичу? Мать и радовалась такой дружбе, и не совсем ее понимала. «Ты мальчишка, он старик, чего у вас общего?» Спросит бывало. «Самое у стариковому разуму поучиться», отвечает. «Теперь-то мы знаем, что у них общего». Да, в те месяцы Володя прямых объяснений с матерью избегал. Меня тем более в свои дела не посвящал. Правда, был один случай, кажется, в сентябре. Шли мы с братом к дедушке за продуктами. Далеко, километров 30, пешком, конечно. Идем в степи, во весь голос наши песни распеваем. «Спят курганы темные. Кого бояться?» «Тут над нами немецкие самолеты. На Сталинград, наверное». Это брат так сказал и добавил. «Знаешь, где наши сейчас?» И рассказал про положение на фронтах. Я поняла, что он приемник слушал. Об этом и в предсмертной записке. «Мама и Люся, меня обвиняют в том, что слушал радио». «А других весточек не было от Володи?» «Нет. Но когда пришло освобождение, я, конечно, сразу в тюрьму, где их пытали». Страшная картина во дворе. Несколько наших военнопленных расстреляны. У одного в руке хлеб. Почему-то этот хлеб запомнился, как его мертвый сжимал. В камерах проволока, плетки, окровавленные лоскуты от платья. И надписи на стенах. Уходим в неизвестность. Нас везут на распыл. Нашла я и то, что искала. Осьмухин. Взят 5 января 43-го года. И все. И все. Пятью днями раньше, чем написал он эти слова, исполнилось Владимиру Осьмухину 18, а через 10 дней после ареста он был казнен. Чем больше живешь, тем острее чувствуешь, как молоды они были. Источник Владимир Васильев «И передай товарищу о героях-молодогвардейцах и памятных местах, связанных с их подвигом». Источник Владимир Васильев